Привет, друзья! С вами канал Учимся отдыхать вместе. Сегодня новости из Европы. Когда россияне смогут полететь на отдых в Европу? Российские туристы попали в черный список Евросоюза. После открытия границ Евросоюз намерен блокировать въезд граждан России, США и Бразилии. Об этом 24 июня сообщает The New York Times. По данным издания, в Европе в настоящее время обсуждают два списка приемлемых посетителей, основанных на том, как страны справляются с пандемией коронавируса. Оба списка включают Китай, но исключают ряд стран, включая Россию, США и Бразилию, которые лидируют по числу носителей вируса. Окончательный список будет утвержден Советом Европы до 1 июля и будет пересматриваться каждые две недели. Как сообщает Пресс-служба Еврокомиссии, главным условием для попадания в него является как минимум такая же или лучшая эпидемиологическая ситуация, чем в странах ЕС. При этом она должна стабилизироваться или улучшаться. А число новых случаев заражения не может превышать 16-20 на 100 тысяч человек в течение 14 дней. Таким образом, для России эта цифра должна составлять не более 23-29 тысяч человек за две недели или 1600-2000 человек в день. На момент публикации данной новости сейчас это составляет около 7-8 тысяч в день. Некоторые визовые центры уже начали принимать заявления на получение визы, однако на полное открытие границ в ближайшей перспективе нет даже намека, как со стороны Европы, так и со стороны России. Как заявила вице-премьера Российской Федерации Татьяна Голикова в программе «Познер» на Первом канале, решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами и их позиций по отношению к нашей стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что рейсы за рубеж полетят только после минимизации рисков завоза COVID-19 из-за границы. Она добавила, что возобновлять международные авиасообщения будут очень аккуратно, очень постепенно и очень успешно. После открытия границ в Европе ждут бум оздоровительного туризма, а также высокий спрос на менее востребованные ранее немассовые виды путешествий, экотуризм, событийный и кинотуризм и гастромаршруты. По мнению экспертов, авиасообщения между Европой и Россией не восстановятся раньше августа. Именно тогда, по прогнозам, пандемия в нашей стране будет локализована. На сегодня по Европе у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Следите за туристическими новостями и оставайтесь с нами. Впереди еще много всего нового и интересного.